Животик урчит. Как же хочется есть! Что за шум? Бабуля! Бабуля спешит на помощь! Не терпится попробовать этот огромный чупа-чупс! Ой, а что за звуки? Братик! Ладно, чупа-чупс подождет! Мой новый кулинарный шедевр! О нет, я слышу плач! Шеф-повар! Мгновение, и я на месте! Ну что стряслось, милая? Да, сестренка, что такое? Я проголодалась! Больше всего мне хочется съесть пиццу! Отличный выбор! Легче легкого! Я бы и сам съел кусочек! Пиццу я готовлю лучше всех! Самое главное, как следует намазать основу томатной пастой! Добавить сыр! И колбасу! И запечь в духовке! Устанавливаю таймер и подожду! Не верю своим глазам! Бабуля, полюбуйтесь, что делает ваш внук! Ну и кто здесь настоящий шеф-повар? Ой! Ну не страшно, не поваляешь, не поешь! Ох, внучок! Ну и где мне теперь взять тесто? Ого! Спасибо, бабуль! Теперь осталось только придумать начинку! И у меня есть отличная идея! Вместо томатной пасты я возьму маршмеллоу! Намазать нужно так, чтобы не осталось ни одного пустого места! А вместо пепперони у меня будет скитл! Да, такую пиццу сестренка еще точно не пробовала! Красота! Сразу видно новички! Настоящие профессионалы не ищут легких путей! Чтобы сделать мою пиццу необычной, я добавлю в тесто чернила каракатицы! Прикольно! Теперь нужно как следует его размять! Да, то, что нужно! Ну и, конечно, не обойтись без томатной пасты! Только посмотрите на это сочетание цветов! Просто потрясающе! А чтобы добавить моей пиццы из исконности, я добавлю морепродукты! Вуаля! Идеально! Браво! На несколько минут в духовку и пицца будет готова к подаче! Как же долго идет время! Ну неужели я чуть не уснул? Как и ожидалось! Идеально! Великолепно! А моя пицца выглядит не лучшим образом! Ну ладно, посмотрим! Все пиццы выглядят неплохо! Секунду! А это что? Улитка? Это устрица! Не важно! Это я есть не собираюсь! А вот это другое дело! Такой красивый яркий кусочек! Объедение! Мне нравится! Пицца! 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 Все, что пожелает моя малышка! Это должно быть несложно! Нет! Фарш! Забирай его, бабуль! Я начну с булочки! У бургера должна быть булочка снизу и булочка сверху! А посередине что-то вкусное! Например, нутелла! А почему нет? Сладкий бургер почти готов! Это уже ни в какие рамки не лезет! Да ладно вам! Смотрите! А теперь в ход идут маршмеллоу! Попробуем! О да! То, что нужно для сладкого бургера! Добавлю побольше! Никогда не видел более нелепого рецепта! Положу несколько маршмеллоу на булочку! Красота! Да! Пора показать вам, что такое настоящий бургер! Никакой нутеллы и сладостей! Главное в бургере – это котлета! В этом я с вами полностью согласна! Сначала сделаю небольшую тевтельку и положу ее на сковороду! Вот так! Посмотрите, какая хорошенькая! А теперь прижму лопаткой! И главное – не забыть перевернуть! Постойте, а что за запах? Кошмар! Спокойно, бабуль! У меня все под контролем! Чтобы маршмеллоу были еще вкуснее, их надо было поджарить! И горелка в этом деле лучший помощник! Осталось только добавить мармеладные ленты и накрыть верхней булочкой! Вот и все! Мой бургер готов! Не называй булочку со сладостями бургером! Не могу это слышать! Сейчас я покажу тебе, что такое правильный бургер! Кроме сыра в него нужно добавить бекон, который я предварительно обжарю на сковородочке! И, конечно же, чем больше слоев, тем вкуснее! Та-дам! Готово! Встречайте, самый роскошный бургер в мире! И правда, получилось внушительно! Но традиции не превзойти ничем! Вот он, мой бургер-победитель! Какой аромат! Остался последний штрих! Немного карамели сверху не помешает! Ну вот, другое дело! Аппетитнее не придумаешь! Посмотрим-посмотрим! Ого, какой большой бургер! Ой, и очень вкусный! Однозначно претендент на победу! А здесь у нас что? Неплохо! Но на вкус обычно! Я такое вчера ела! О, а это что-то новенькое! Ого, сладкий бургер! Я чувствую нутеллу! И мармелад! Отличная идея, братик! Но все-таки побеждает бургер шефа! Поздравляю! Приятно, хотя и не удивительно! Вы готовы к десерту? Я да! Хочу печенье! Проще простого! Сделаю, как ты любишь! Запросто! Как там? Нужно раскатать тесто, да? Внучок! Перестань издеваться над тестом! Оно ни в чем не виновата! Смотри! Нужно взять скалку и осторожно раскатывать! Вот так! А затем нужно вырезать из теста кругляшки заготовки! Видишь? Ну не знаю, бабуля, это как-то скучно! У меня есть идея получше! Не буду заморачиваться, одного кружка хватит! Лучше как следует позаботиться о начинке! Насыплю ММД и будет шикарно! А теперь можно и в духовку! Можно, да! Но смотри, не ошпарься! А мои печеньки уже подрумянились! Какие красавчики! Да бросьте, бабуль! С таким печеньем вам в этом раунде точно победы не видать! К тому же я придумал кое-что особенное! Руки вверх! Да ладно вам, расслабьтесь! Просто кулинарная шутка! Так вот, вместо скучных печенек я сделаю потрясающий пряничный домик! Я выпек несколько деталей, а осталось только скрепить их между собой! Вместо клея я использую вкуснейший крем! Ну вот, почти готово! Сахарная пудра выглядит как настоящий снег! А это завораживает! Ох, милок! Твое печенье, оно горит! Скорее доставай! Ну и запах! Это точно не аппетитный аромат! Ну и видок! Кто приготовил угольки? И я должна это есть? Ни за что! А вот это уже интереснее! Целый съедобный дом! И такой вкусный! Здорово придумано! Так, нужно попробовать оставшееся печенье! Аппетитненько! Кому же отдать победу? Пряничный домик победитель! Никто и не сомневался! А теперь я хочу, чтобы вы приготовили для меня картошку фри! Это я люблю! Картошку я жарю частенько! Вещь пока не мешай! Мне нужно почистить картошку! Эй! Рейнбоу! Ты же нам мешаешь! Что? А, простите! Я из-за дрели ничего не слышу! Впредь буду аккуратнее! Ну вот, моя картошка уже почищена! Осталось хорошенько ее нарезать! Нужно постараться, чтобы ломтики выглядели именно как картошка фри! А у меня получилось! Но почему бы не сделать картошку фри разноцветной? Будет и красиво, и оригинально! Браво, Рейнбоу! Ты, как всегда, поражаешь меня своими идеями! А теперь масло! Ну куда же ты столько льешь? Масло нужно лить поменьше! Спасибо за помощь, бабуль! Первая партия уже готова! Нужно только красиво разложить ломтики на тарелке! Вот так! Красота! У меня тоже пришло время жарки! Самое время добавить немного масла! И, конечно, плиту нужно сделать погорячее! А теперь можно и картошечку вывалить! Делать это нужно аккуратно, чтобы не обжечься! Венздей, а можно мне позаимствовать кетчуп? Благодарю! Нет ничего вкуснее картошечки с кетчупом! Спасибо огромное! Ну что, картошка фри готова! Осталось только выложить ее на тарелку! Внучка будет в восторге! А я уже в восторге! Сейчас я покажу, что такое настоящая картошка фри! Весь черный баллончик! Блин! Всегда забываю, что брызгать нужно в другую сторону! Это всего лишь пищевой краситель! Какие же вы трусишки! Но ты правда выглядела жутковато! Ладно, я все равно покрашу картошку в черный цвет! Вещь! Можешь уносить баллончик! Теперь моя задача это красиво разложить картошку! Я уверена, что именно она победит в этом раунде! Добавлю кетчуп и готово! Как же все красиво! С чего бы начать? Пожалуй, первой будет картошка Уэнсдей! Она опять сделала что-то мрачное! Надеюсь, это хотя бы вкусно! Очень! Это настолько вкусно, что я не могу остановиться! Хочу съесть все! Ой, жалко, что она уже закончилась! Ну что ж, самое время попробовать картошку от бабушки! О да! И она тоже нереально вкусная! Вы такие молодцы! Картошку фри я обожаю! Готова есть ее бесконечно! Ну вот, последний ломтик! Ням! Хорошо, что у меня осталась еще третья порция от Рейнбоу! Посмотрим, насколько она вкусная! Очень вкусная! Но еще и очень красивая! Пожалуй, ее я тоже всю съем! Ух, что-то я объелась! Ой, падаю! Мы все победили! Какая же жуткая рука! Привет! В этот раз я хочу бургер! Надеюсь, вы меня не разочаруете! Будет сделано! Легко! Бургеры я не готовила, но думаю, нет ничего сложного! А где нож? Вот он! Уэнсдей, скорее дай-ка его мне! Это не игрушки! Ну что, булочку разрезаю пополам и поджариваю каждую половинку! После этого можно начать готовить котлету! Совершенно не важно, ровная она получится или нет! Главное, чтобы она была действительно вкусной! Переверну, а сверху добавлю сыра! Ну а теперь осталось только собрать бургер и не забыть добавить кетчупа! Ну вот, бургер готов! А мне булка не понадобится! Вещь лови! Ой, кажется, я ее напугала! Я не хотела! Больше никакой сковороды! Ничего страшного! Я приготовлю для Синди свой фирменный сладкий бургер! Она от него точно будет в полном восторге! Вместо булки я буду использовать вкуснейший пончик! А внутрь в первую очередь пойдет белый шоколад! Но это еще не все! Дальше я добавлю немного жидкой конфеты! Кстати, довольно кислый, но все равно вкусный! Маршмеллоу и мармеладки лишними не будут! А еще я знаю, что Синди обожает клубничный сироп! Ну вот, готово! Там же столько сахара, это же вредно! Я планирую переплюнуть вас всех и сделать не просто бургер! Это будет бургер в виде головы! Для начала поджариваю котлетку! Использовать я буду, конечно же, черные булочки! Сверху я положу кусочек сыра и нарежу его вот таким вот образом! В верхней булочке я сделаю два отверстия! Вещь! Принеси горчицу! Ну уж нет! Ну ладно, бери! Спасибо! В эти дырочки я капну горчицу! И у меня получится носик! Теперь я сделаю язычок из огурца и верхние зубки из второго кусочка сыра! Еще я добавила помидор и немного кетчупа! Осталось только добавить глаза и готово! Посмотрите, какая жуткая башка! Она готова тут всех сама слопать! Синди, скорее ешь! Ого! Какие крутые бургеры! Ого! Венсди, опять ты меня пугаешь! Но вообще выглядит прикольно! Мармеладные глазки! Обожаю их! Ням-ням-ням! А теперь посмотрим, какой же на вкус сам бургер! Идея сделать его в форме головы просто гениальная! О да! Очень вкусно! Я в восторге! Класс! А теперь посмотрим, что для меня приготовила бабуля! Бабуля, он, конечно, вкусный, но какой-то обычный! Я ждала большего! Ого! Какой красивый бургер приготовила Рейнбоу! Попробую! Вкусно, но он сладкий! А я хотела пообедать! Так, в этом раунде побеждает Уэнсдей! Поздравляю! Наконец-то! В этот раз я хочу пить! Удивите меня коктейлем! Удивлять я умею! Будет сделано! Коктейль? А ну-ка, не мешай мне! Хорошо, внученька! Ну что, как там готовятся эти новомодные коктейли? Видимо, для начала нужно использовать молоко! Но будет лучше, если в нем растопить целую шоколадку! О да, мой какао-коктейль готов! И подам я его в фирменной кружке! Уверена, Синди будет рада! Она какао обожает! Обычное какао – это скучно! Почему бы не приготовить коктейль по более хитрому рецепту? Для начала мне понадобится плитка белого шоколада! Ой, какой вкусный! Его-то я и растоплю в молоке! Теперь немного сахара, только немного! Конечно! Главное, чтобы было вкусно! Ну а теперь можно добавить немного молока! Да открывайся же! Ой! Чуть-чуть испачкалось! Ну ничего, молоко вкусное, а значит и я вкусная! Так вот, добавляю молоко! А чтобы мой коктейль был ярче, я капну немного пищевого красителя! Так будет гораздо красивее! Да, цвет то, что нужно! Подача у меня тоже будет оригинальная! Вот таким вот образом я украшу баночку! Уверена, Синди оценит! О да, какая же яркая посыпка! И вкусная! Теперь аккуратно перелью свой розовый коктейль! А сверху я добавлю взбитые сливки! Их все любят! Особенно я! Финальный штрих – это маршмеллоу! И, конечно, нельзя забывать про трубочку! Готово! Очень круто! Вэнсдэй осталась только ты! Я тоже сделаю оригинальный коктейль! Во-первых, он будет в крутой кружке в виде черепа! Ее я украшу клубничным сиропом! Это будет выглядеть достаточно зловеще! Только посмотрите, как классно! А внутрь я налью какао, раз Синди его любит! Но сверху тоже украшу взбитыми сливками! Так будет намного интереснее! А еще у меня припасены мармеладки в виде летучих мышей! По-моему, они очень милые! Готово! Вэнсдэй, я начну с твоего коктейля! Выглядит, как всегда, устрашающе! А эти жуткие мармеладки я есть не стану! Вкусно, но похоже, что это обычное какао! Посмотрим, что приготовила бабуля! У нее самая милая кружка из всех! Попробую! И снова какао! А вот у Рейнбоу коктейль выглядит куда интереснее! Обожаю маршмеллоу! И посыпка такая вкусная! Вау! Это настоящий коктейль! Рейнбоу, ты победила! Очень вкусно! Ура! Какая молодец! Подписывайся на Парара! Потому что именно здесь тебя ждут самые интересные и смешные челленджи! Ну а пока-пока и до скорой встречи!